Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 февраля и сегодня 9 день вот этим моим сеянцам, самым первым посевом томатов. И в довершение к теме, как высчитать, как определить слабое звено, которое сеянцы все-таки нужно убрать. Еще вчера я говорила, что если даже вот в редке одного сорта некоторые, вот видите еще петелька лезет, некоторые томаты запаздывают появиться на свет, это еще не значит, сразу приговором не выношу, смотрю за их, ну потом как рост все. И вот вчера еще были вот этот вот, видите крайний сеянец, и вот этот, были еще петельками, они самые-самые последние, и вот этот третий будет последний, вылезли. И я еще говорила, что возможно все будет нормально. Сегодня я уже могу вам точно сказать, что эти два сеянца, скорее всего и третий, который вот сейчас вылезет, я буду удалять. Потому что они, уже сразу видно, они уродливые, они не просто запоздали. Но посмотрите, вот сейчас покажу вам. Хоть не люблю растения называть уродцами, но вот этот вот сеянец, вы видите, он явно уродливый. Сравните вот с этими, которые рядом стоят. У них правильная форма листьев семидольных, у них ровный стебелек, ну короче у них все пропорционально. У этого, смотрите какие семидоли, семидоли неизвестно какие, цвет листа ненормальный, как бы как сожженный что ли. Это значит, что скорее всего во время заготовки семян на него было какое-то воздействие, где-то его может так затерли, что повредился вот этот. Ну не знаю я, ну короче, это вот такое природное врожденное уродство. И если сравнить этот и этот сеянец, пока он еще не взошел, я говорила, что я буду думать, смотреть, наблюдать. Вот сейчас, наблюдая за обоими, за обеими растениями, этот я удалять буду однозначно. Ну вот этот вырастет, наверное, точно такой же, потому что они все почему-то, видите, как выходят, эти два тоже были не петелькой, а таким, как бы, как сказать-то, блин. Они же, остальные выходят такими острыми петлями, острыми петельками, а этот каким-то кругом, вот он кругом выходил. И вот этот с их же компанией, вот три сеянца, он выходил кругом, и вчера еще был, он какой-то, вот этот был стволик спиралевидный. Ну, короче, если вчера я говорила, что, возможно, они выйдут нормальные, может быть, просто они не вовремя набухли, может быть, им не достался там кусочек бороздки, недостаточно увлажненный, сейчас я уже могу точно сказать, что это дефект семени. Ну, не дефект семени, короче, это слабые, некачественные семена, из которых однозначно уже не получится нормальной здоровой рассады, и она не даст, даже если ее выходить, выменьшить, она, скорее всего, не даст полноценный урожай. Ну, вот этот заморожь точно. Видите, он даже на томат не очень похож, но это все-таки томат. Это вот у меня сорт бетта магазинный, и три семечка появились уродливыми. Вот такие сеянцы не жалейте, удаляйте, потому что, несмотря на все ваши усилия, несмотря на весь ваш уход, он все равно, скорее всего, не даст полноценного урожая. Лучше заменить их другими, пусть даже более поздним посевом, но здоровыми, полноценными растениями. Вчера у них был полив, сейчас я расскажу, что я обязательно, всегда в обязательном порядке делаю после полива.